Девушки отдыхают На втором этаже Ну вот, крокодила освободили Да здравствует свобода И вот надо в эту лунку попадать Попадет ли она в эту лунку Давайте посмотрим Опа, мимо Всем привет, друзья Сегодня покажу вам еще одну квартиру Как я и обещала И похоже, что эта квартира Самая лучшая из всего того, что я видела И она заинтересовала меня Я, пожалуй, решила ее покупать Сейчас по порядку Я вам все расскажу Покажу эту квартиру, что она из себя представляет А это вот я как раз хожу На этой территории На которой стоит дом с квартирой Сейчас подойдем поближе Это город Шанклин Это набережная города Шанклин До моря здесь минут 10 тоже пешком Как и от моего дома Вот этот дом стоит на углу Второй этаж Угол Одна комната 13 метров квадратных Вот такая Это называется спальня Вторая комната Почти точно такая же Тоже 13 квадратных метров Это вторая спальня И вот такая Ситин рум Ситин рум 12,5 Как ни странно Ситин рум меньше, чем спальни Дальше у них Туалет совмещенный Как обычно Душевая кабина Вы видите Ну на картинках Конечно все показано Очень даже Красиво И как-то огромно кажется А вот сейчас Мы с вами Вживую прогуляемся По этой квартире Я конечно же там была И посмотрим Одна комната Это Спальня И видите В углу Раковина И тут рядом Сразу же Вторая спальня Воля Воля Это ты? Да, это я Я просто проверю Чеки Если не плотно Так, это Я еще буду ее проверить Ловить хорошо Да не хочу Ватер Так, и здесь только Шауер, да? Туалет И шаварум Вот такая вот Так Что еще спросить? Но здесь Если только Использовать Как столовую Вон тут живишь Окно Подавать Еду Да Кухонька Вообще Никакая Малюсенькая Я имею ввиду Вот это плохо А это шкаф Духовой, да? Тут холодильник Вот тут холодильник Да, да, да Ну все Посмотрели Все спросили Все посмотрели? Ну что это С видом на море Ох, родная С видом на море Тут это на море Вид, хорошо Ага С видом С видом на море А здесь на море? Ну здесь Не знаю Вон там еще Севью Мы looking for Севью Потому что Она говорит Что еще Три человека Что три человека В смысле Ну как вы заметили То же самое Что я вам показала На фотографиях Но только уже Вживую Там все Заставлено Мебелью Потому что Там живут Сейчас Квартиранты Это у них Как обычно Поэтому Получается Что Смотрится Комнатки Не очень Но Понимаете Вот Еще раз Я вам хочу Этот дом Показать Как вы поняли Слева Угловой Вот эта квартира Вот здесь Как раз Два окна Одно окно Вот такое Эркерное Второе Рядышком Квадратиком Это вот Входная дверь Я показываю Как сюда Входить Плохо То Что здесь Опять Никакого Садика Я думала Что Будет Садик Какой-то Вот Хотя бы Полисадничек Общий Видите Здесь Вокруг Дома Есть Полисадничек Но Сказали Что К этой Квартире Никакого Садика Не Предусмотрено Также Парковка На улице Ну Здесь Улица Очень Тихая Вот Видите Опять Показываю И Вот туда Вот Выход на Море Вот там Виден Пролив Ла-Манш Здесь Так-то Если Прямо То Это Получается Вообще Все Рядом Ну Сейчас Мы С вами Даже Пройдемся Я Буду Вам Рассказывать Про Квартиру И Мы Посмотрим С вами Какой Здесь Выход На Море И Как Это Все Обычно Выглядит Что Еще Можно Сказать Про Этот Дом Здесь В основном Квартиры Все Сдаются По Моему Здесь Уже Таких Вот Хозяев Дома Нет Посмотрите Наверху У него Там Еще Такая Мансарда То Есть Получается Как бы Три Этажа И Хорошо Что Квартира Посредине По Крайней Мере Если Какие Протечки Может быть Сразу Это Это Нас Не Коснется Ну Вот Если Посмотреть Вокруг Как Это Выглядит Вот Такой Вход Там Общая Дверь И В Эту Дверь По Моему Шесть Квартир Две На Самом Верхнем Этаже Две На Моем И Две Внизу Значит Вот Этот Полисадничек Я Думала Что Он Какое-то Отношение Имеет К моей Квартире Но Нет Это Полисадничек Первого Этажа И Что Еще Можно Сказать Вот Давайте Мы С вами Выйдем Туда Пролив Ла-Манш Посмотрим Как Это Все Тут Выглядит А Я Вам Дальше Расскажу Значит С этой Квартирой Единственная Проблема То Что Там Живут Сейчас Семья Квартирантов Непосредственный Хозяин Квартиры Живет В Австралии Это Очень Далеко Как вы Понимаете И здесь Могут Быть Конечно Трудности Потому Что Любую Бумажку Если Мы Сейчас Начнем Запустим Процесс Покупки Придется Ждать Пересылать И Притом С Австралии Другой Часовой Поезд Когда Здесь День Там У них Ночь И Созвониться Просто Будет Невозможно Ну В общем Такие Определенные Проблемы Это Первое Что Мне Не Понравилось И Второе Конечно Меня Сразу Предупредили Что Эти Квартиранты Они Настроены Там Оставаться И Не Выезжать И Вот Это Может Быть Огромной Проблемой Потому Что Здесь Английские Законы Направлены На То Что Защищают Вот Именно Вот Этих Квартирантов А Не Хозяев Квартиры То Если Вдруг Эти Квартиранты Начнут Артачиться Не Захотят Выезжать То Это Может Быть Страшная Головная Боль И Потом Судиться С ними Можно Годами Поэтому Конечно Я Как То Вы знаете Немножко Даже Напугалась Но Что Еще По Этой Квартире Я Могу Сказать Чем Она Меня Увлекла Тем Что Ну Во-первых Три Комнаты Как Вы Видели Да Одну Комнату Можно Было Бы Сдавать Во-вторых Там Бойлер Центральное Отопление Это Тоже Неплохо В-третьих То Что Вид На Море Неплохо Спокойная Улица Все Как Б Тут Нормально Но Во-первых После Этих Квартирантов Там Естественно Придется Все Ремонтировать Хотя Бы Косметический Ремонт Делать Обязательно Квартира Немножко Такая Знаете Подшарпанная Во-вторых Вот Мне Немножко Не Понравилось То Что Очень Маленькая Кухонка Как Вы Заметили Ну В общем Конечно Ж Везде Бывают Нюансы Ну И Потом То Что Она Стоит 117 500 Это Просто Очень Дорого Для меня И Мне Придется Наверное Брать Какой-то Моргидж Они Мне Сказали Что Они Могут Дать Мне Моргидж Небольшую Сумму В пределах 5-10 Пяти Тире Десяти Тысяч Фунтов Ну И Понимаете Если Пять Или Десять Тысяч Фунтов Они Мне Дают На Длительное Время То Может Быть Даже Я И Смогу Купить Но Вот Я Пока Не Решила До Спускаться К Морю И Получается Что Море Это В общем-то Видно В окна Но Здесь Так Как Здесь Обрыв Приходится Идти Вот Так Далеко В Обходной Путь Мало Того Что Здесь Вот По Этой Тропиночке Видите И Тут Потом Я Сейчас Спускаюсь А Вообще Это Такой Довольно Таких Пологий Крутой Подъем Как Обычно С Море И Потом Там Еще Мало На угол Выйду Посмотрим Так Там Еще Потом Такая Дорога Серпантином И Еще Надо Спускаться То Есть Это Получается Наверное Все Таки Больше 15 Минут Здесь Пешком Идти Я Не Знаю Еще Пока Я Не Ходила Но Если Идти Там Машину Не Припаркуешь Отсюда Надо Только Пешком Идти Гулять И Если Допустим Я Здесь Буду Жить Да Какой Выход К морю Вот Это Вот Выход К морю Вот Такой В общем Как Сказать Много Каких То Здесь Таких Еще Вещей Которые Меня Не Очень Устраивает Я Еще До Конца Не Решила Особенно Конечно Несмотря На то Что Я Уже Сделала Офа Но Я Сразу Предупрю Офа Это Предложение Я Выдвинула Своё Предложение Что Я Согласна Эту Квартиру Покупать Но Так Как Там Живут Квартиранты Я Сразу Сказала Что Пожалуйста Решите Вопрос С Квартирантами Сколько Времени Им Нужно На Переезд И Вообще Согласны Ли Они Переезжать Ну И Меня Сразу Тут Огорошили Тем Что Сказали Что По Закону Они Могут Выезжать В течение Трех Месяцев Искать Себе Новую Квартиру Выезжать В течение Трех Месяцев Ну И Девушка Говорит Но Мы Очень Конечно Сожалеем Что Так Получается Вам Три Месяца Ждать Конечно Не Хочется Но Мы Хотим Вас Предупредить И Еще Что Сейчас В связи Разрешила Даже Находиться Там Квартиран До Шести Месяцев То есть До Полугода Представляете То есть Вот Такая Тягомотина Она Конечно Меня Сразу Напрягла Когда Я Еще Этого Ничего Не Знала Я Обрадовалась Думаю Ну Слава Богу Я Нашла Квартиру Но Когда Я Услышала Вот Эту Всю Историю С Квартиран То Сейчас Я Немножко Притормознула Опять Вот Документы Я Отнесла Уже Юристу И Вроде Бо Как Я Согласилась На Покупку Но Сегодня Мне Опять Они Звонили Оттуда Из Риэлторства И Сказали Что Они Предупредили Квартирантов Что Квартиранты Им Скажут Они Мне Потом Сообщат Вот Такие Вот Друзья У меня Дела Не Знаю Что Будет Дальше Конечно Буду Держать Вас В Курсе Вот Видите Вот Такой Вот Этот Спуск К Морю Очень Какой То Неудачный Я Считаю Вот Посмотрите Это Я Спускалась Параллельно И Теперь Я Вышла Вот На Эту Вот Большую Дорогу И Сейчас Вам Такой Крутой Спуск И Там Такой Небольшой Заворотик Поворотик Как бы Серпантин Вот Такая Вот Видимость Самого Угла На Этот Пролив Ла-Манш Вот Такие Друзья Новости У меня Вот Такая Квартира Вкратце Рассказала Но То Что Обещала Потом Все Буду По Порядку Вам Пока Пока